Пока меня это не касается, мне, в принципе, до этого дела и нет. Но я не думаю, что это коснется, ну, как бы, простых граждан. Ну, какая в этом выгода? Потому что в нашем мире все так тесно завязано, все эти экономики, политики друг с другом, что, мне кажется, тут с санкциями тоже надо быть аккуратными, не перейти бы вот эту линию, когда уже себе во вред это началось. Санкции не касаются обычных людей, санкции касаются только избранного количества людей, которые, там, чьи имена есть в этих списках, да, поэтому простым гражданам совершенно не о чем беспокоиться, они могут так же путешествовать, как и путешествовали до этого. И я сомневаюсь, что кто-либо будет выбирать, я сомневаюсь, что кто-либо не поедет за границу, беря в пример высших чиновников нашей страны. Что касается санкций списочных, запретов чиновникам, плевать они хотели, и не пострадают они особо от того, что не съездят в Майами. Хотя вопрос с щитами – это другой вопрос. И уже некоторые высказали. Будет сложнее выезжать за границу. Я думаю, они все равно будут как-то это делать, но уже придумают некие схемы для выезда. То, что действительно на сегодняшний момент наши чиновники будут стремиться и стараться отдыхать на территории России, мне кажется, это очень здорово и очень замечательно. Россия – огромная страна, где отдыхать у нас есть. Сейчас, конечно, мы развиваем Крым. Там сейчас будет замечательный курорт. Всегда можно подделать документы, что это патриот настоящий, он в Крыму, а у него, извините, вилла в Каннах. Зачем ему там в этом грязном болоте с алкоголиками рядом, якшаться? Он спокойно себе отдыхает, как человек.